Дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. «Мое хорошее современное образование не позволяет мне поверить в Бога». Предполагать, будто просвещенность, осведомленность в науках является препятствием для Богопознания, очень наивно. Дело в том, что Бог не познается теми рациональными ходами, которыми мы с вами узнаем окружающий нас мир. Наш тварный разум, который является проявлением жизни нашей души, конечно же предназначен для изучения того тварного мира, к которому этот самый разум и принадлежит, составляя свое особенное личностное достоинство каждого отдельного человека. Но когда мы говорим о Богопознании, то мы не тварный мир, к которому принадлежим, узнаем, а того, кто является причиной этого самого бытия, тварного. Он непостижим, он не объемлется никакими формами словесными или образными, которые присущи нашему ограниченному миру. Есть такое ученое слово «Бог трансцендентен миру», то есть непознаваем, он не является участником бытия, но его причиной. Поэтому для обращения к нему, для достижения его применяются не только и не столько разум, сколько чувства сердца, сколько такая своя глубинная интуиция. И вера — это проявление человеческой воли к тому, кто является начальником всего этого нашего земного бытия. Образованность хороша, образованность смягчает сердце, образованность дает понятие о том, как прекрасен наш Господь, как Он премудр из познания тварных вещей. Ведь это тоже немаловажно понимать, насколько великолепен тот, кто создал это великолепие. Несомненно, о Мастере свидетельствует его произведение, а о Творце — его творение. И созерцая окружающий нас мир Божий и себя самого познавая, мы изумляемся тому, кто является причиной нашего бытия. Сказать, что его нет, сказать, что все само по себе так сложилось удачно, что мы с вами живем и дышим на замечательном и огромном куске материи, произвольно, по какому-то собственному своему побуждению, летающему вокруг как раз умеренно обогревающего его солнца. Но, согласитесь, более чем наивно. Вы никогда не признаете справедливым утверждение, будто книжку никто не создал и не написал, а она сама по себе так удачно сложилась из слов и бумаги, которая тоже сама по себе взялась, на смех подымать любого заявителя о таком самопроизводстве самой простой книжицы. Что же говорить о нашем столь разнообразном и богатом мире, и о его флоре, и фауне, вообще говорят законно, что таблица Менделеева является одним из доказательств бытия Божьего. Само конструкция вот этих мельчайших атомов, которые формируют столь разнообразные вещества, предельно разумно она имеет свои закономерности, которые установлены, которые мало того, что установлены, еще и поддерживаются. Поэтому наша с вами просвещенность, а ваша, может быть, и особенно в технических науках, несомненно, не к опровержению бытия Божьего служит, а к подтверждению. А что говорить об образованности в гуманитарных науках? Историческая линия человечества, отдельных народов, как раз очень назидательно подтверждает истину о том, что народы, уклоняющиеся от богопочитания, терпят всякую скорбь, разрушение и уничтожение. Народы, почитающие бога, отличаются его милостями, и развиваются, и укрепляются, и обогащают мир чудными творениями душ и рук человеческих. Знакомство с человеческой душой, если вы эту образованность имеете в виду, тоже приведет вас вовсе не к заключениям о царствующем в нем человеке, в его душе либидо или каких-то потребностей к разрушению или к самоутверждению как сверхчеловека, а наоборот научит вас подчиняться тому общему нравственному закону, который богом установлен. Это уже не будет плодом только знакомства с какими-то рефлексами и проявлениями человеческой души, а это будет уже взор на того, кто для этой души установил нравственный закон. Это тоже знакомство с Богом. Поэтому не будем предполагать, будто наша с вами просвещенность, призвание к образованности попирает наши способности уверовать в Бога, исповедовать его. Напротив, как говорил Жадов в пьесе Островского «Доходное место» «Сердце мое смягчено образованием, и оно не загрубеет в пороке». Действительно, сердце чистое, узрит Бога. Там, где есть подлинно основательное образование, там непременно является и вера в единого истинного Бога, в Пресвятой Троице, нами познаваемого. Продолжение следует...